Всем привет! Это проект Редколлегия Читару. Меня зовут Екатерина Шайтанова, со мной Юлия Скорнякова. Мы редакторы Читару. И сегодня мы будем обсуждать историю про бардаке в приемном отделении больницы номер один в Читей. Именно так, по крайней мере, его назвал врач Михаил Гаспарян. История в следующем. Гаспарян, работая в каком-то другом моностационаре Читы, привез ковидного больного, женщину с коронавирусом в приемное отделение горбольницы. Дальше, по его словам, у него появились нарекания к работе приемного покоя, потому что как будто бы сотрудница приемного отделения горбольницы ему хамила, грубила, захлопнула дверь перед его лицом и чуть не прищемила ему руку. А также, в первую очередь, отказывалась, по его словам, принять участие в оказании скорой и неотложной помощи женщине, у которой была аллергическая реакция, у которой было плохо, он добивался, чтобы ей оказали помощь. После этого он несколько дней, три кажется, ходил и думал про это, потом опубликовал обращение в инстаграме с тем, чтобы это дошло до руководства горбольницы, и они приняли меры по урегулированию ситуаций спорных в приемном отделении. После этого Гаспаряна вызвали на комиссию Минздрав, которая должна рассмотреть его поведение в плане этики, то есть это комиссия по этике, и как будто бы Гаспарян ожидал, что кто-то разберет поведение рабочей компетенции его коллег из скорой больницы, а оказалось, что он ждет вызова на эту комиссию, которая будет разбирать его поведение, как будто бы он нарушает правила медицинской этики. Еще у них есть там этика и диентология, кажется. Мне несколько раз объясняли диентологию, но я каждый раз путаюсь, простите. У нас у журналистов только этика есть, никакой диентологии. Собственно говоря, на этом история кончилась. Когда будет комиссия, неизвестно, но нам точно неизвестно, может быть, известно Гаспаряну, но я этой информации не видела. Что ты думаешь, Юля, а все эти истории, близка ли тебе позиция врача? Ну, я успела поговорить, во-первых, я увидела позицию врача, прочитала пост. Два поста было, по-моему, даже. Да, да, посты про вот это вот все, истории его в Инстаграме. Вот, и поговорила с теми людьми, кто представляет противоположную точку зрения. Я, в принципе, это обе точки зрения понимаю, но мне близка позиция врача. Почему? Потому что я считаю, что как только речь касается здоровья и безопасности людей, слова про медицинскую этику в плане замалчивания каких-то фактов, они немножечко странные. Потому что, ну, давайте мы тогда будем молчать, мы не будем вообще ни о чем разговаривать, и мы вообще никому ничего не скажем, и при этом у нас годами не будет ничего меняться. Логика у меня такая. Слушай, я вообще с тобой не согласна, мне кажется, ты совершенно зря за него заступаешься. То есть он приехал в приемное отделение горбольницы, привез женщину, которой плохо. Пришел в приемное отделение и говорит, скажите, пожалуйста, ей помощь, она ухудшается, ее состояние ухудшается. Дальше он как говорит, мы включим этот момент, он говорит, я вообще-то очень вежливый и воспитанный человек, но я устроил скандал, назвал их всех быдлом, и вот после только этого они начали оказывать помощь женщине. У меня два вопроса в этот момент. Ты, если хотел быстрого оказания помощи женщине, то, по-моему, надо не скандалить, а оказывать помощь женщине. Ну, не знаю, он требовал, чтобы, он хотел, чтобы, предлагал медикам вколоть ей преднизолон, ну, вернись в скорую и принеси преднизолон, поставь укол, потом разруливай проблему с приемным отделением. Например. Так. Во-вторых, мне кажется странным уровень этой дискуссии, потому что он сначала говорит, я очень вежливый человек, воспитанный, но еще и взаимный. Что такое взаимный, я не очень поняла, но, видимо, это как будто бы он отвечает такой же реакцией, зеркалит собеседника. Ну, на мой взгляд, как будто бы они там в его возложении оба хороши. То есть, по-моему, это два скандалящих медика, которые не оказываются в этот момент оба помощи этой женщине. Не могу понять, почему у тебя близка позиция Гаспаряна. Ну, вот смотри, если мы будем брать момент с преднизолоном, например, ну, не было в машине или еще что-то, или помощь какая-то вот прям экстренная нужна, он пытается что-то сделать здесь для этой женщины, но не прорабатывается вариантов, чтобы сбегать куда-то, еще что-то, ему нужно максимально быстро здесь все проработать. Ну, неужели скандалить быстрее, чем самостоятельно оказать помощь? Ну, вот смотри, мы сейчас не можем эти детали говорить, чтобы быстрее у нас, если будут вот два этих человека, которые скандалили рядышком сидеть, мы, конечно, восстановим все. Ну, или какой-то разбор у нас появится. Да, 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 или какой-то разбор. Мне, в общем, эта ситуация почему близка? Потому что часть медицинского сообщества вооружилась против вот этого медика Гаспаряна, и говорит, что... Сейчас ты еще два раза называешь его медиком, и они против тебя тоже вооружатся. Бог с ними. Проходили. Так. Вот. Потому что, ну, такое ощущение, что, ребята, вы чего хотите? Вы хотите просто, чтобы про вас молчали ваши же. Если ты из медицинской сферы, ты не должен говорить про медиков. Если ты учитель, ты не должен говорить про именообразование. Если ты, например... Столер. Ну, я про другое подумала. Сотрудник авиационной какой-то отрасли бахнул самолет, ты провел расследование. Ты не должен про это говорить. Он не провел расследование. Кто виноват. Ну, логику я утрирую, я немножечко утрирую, но логика такая. И здесь мне сильно не близка позиция про то, что нужно было молчать. Нет, не нужно было молчать. Да. А что нужно было? Как ты считаешь, что нужно было делать? Я думаю, и по его речи, и по его посылу умный человек, который, вообще-то, наверное, адекватно отдает себе отчет в том, что если бы можно было эту проблему решить как-то через руководство горбольницы, он бы, наверное, попробовал бы ее решить. Ну, мне так кажется. Видимо, никак по-другому он ее решить не мог. Но, по-моему, эти проблемы должны решаться цивилизованно. Если бы у горбольницы была возможность принять обратную связь от коллег, которые привезли из другого монастационара пациента, или в докоронавирусные времена, если бы могла бы скорая кому-то пожаловаться на работу приемника в горбольнице, наверное, это было бы по-другому. Можно было бы делать по-другому. Но, на мой взгляд, ты или решаешь эту проблему цивилизованно, обращаешься, например, к главоврачу, пишешь заявление, фиксируешь его в Минздраве, обращаешься в Минздрав, и, например, после этого выносишь эту тему в публичное пространство. Я не против выноса истории в публичное пространство. Меня удивляет степень конфликта, степень грубости конфликта с обеих сторон. То есть я считаю, что если ты устроил скандал сам в приемном отделении, то не надо уже рассказывать про то, как ты скандал устроил. Ты рассказывай про то, выносив в публичное пространство, то, как ты цивилизованно решаешь эту проблему. На мой взгляд, как-то так. Другое дело, что ни у Минздрава, ни у горбольницы, по-моему, не создано инструментов для решения таких проблем, для вынесения это в публичное пространство, для спускания пара некоторого профессионального. Ну да, кстати, у Минздрава это вообще проблема большая. Я здесь немножечко, чуть-чуть отступление небольшое к твоей речи сделаю. Смотри, ты говоришь про то, что нужно было куда-то обратиться, что-то к руководству горбольницы, к руководству Минздрава. Но все мы прекрасно знаем, что такое эмоции, что эти эмоции, если вот они на грани, то либо ты что-то делаешь сейчас, вообще действиями часто очень руководят эмоции. Например, в моей, как журналиста работе, эмоции это половина всей работы. Вот если меня торкнуло, если мне важно сказать тебе вот здесь и сейчас вот это, я скажу, если я пошла разбираться по пунктикам, да бог его знает, я может быть где-нибудь на середине погружусь в это болото, которое сейчас существует вообще со всеми вот этими обращениями. То есть, понимаешь, я согласна с тобой в том, что нет механизма, когда врачи могут своим же коллегам показать, что вы здесь вот в этой ситуации были неправы, и это как-то скорректировать. Подожди, но ты путаешь, ты путаешь негативные и положительные эмоции. Когда типа торкнуло, и у тебя положительные эмоции, ты на них делаешь текст. А когда у тебя негативные эмоции, и ты скандалишь с приемником, или ты, не знаю, скандалишь с шеф-редактором, так у меня и к тебе эти же претензии. То есть, смотри, тебе не хватило какой-то другой попытки его решить этот конфликт? То есть, это должно было быть параллельно? Вот он записал, он молодой человек, который привык работать с телефоном, например, который, ну вот-вот живут они сейчас в таком... Мне не этого не хватило, мне не хватило цивилизованности и воспитанности, мне бы хотелось, чтобы он не устраивал скандал в приемном отделении. То есть, тебя не смущает, что он записал? Нет, конечно, конечно, никаких других инструментов нету. Да, мы с тобой тогда про разные. Нигде нету никаких инструментов, как это можно решить по-другому, неизвестно, по крайней мере, о них. Нету подобных прецедентов. По-моему, медицинское сообщество нацелено на то, чтобы внутри скрывать эту проблематику себя, не выпуская. Мы наверняка вспомним про кодекс этики, который при Лазуткине был принят. Но, и по-моему, он специально для этого и был принят, чтобы никуда это нельзя было выпустить. Я за то, чтобы выносить это на обсуждение. Я против скандалов в приемнике, названия людей быдлом и так далее. Не, ну здесь я с тобой полностью согласна, да, название людей быдлом, это как-то странненько, наверное, немного. Но здесь как бы обе стороны хороши. Что одна, видимо, не реагировала и что-то не делала, что вторая. Но надо отметить, что, безусловно, 98, кажется, процентов аудитории полностью у Гаспаряна. Они топятся за его позицию, что он вскрыл этот, по-разному это называется у них в комментариях. И сразу появилась куча комментариев на всех площадках. В Инстаграме Гаспаряна, под новости Читару, в Инстаграме Читару, на всех других площадках, куда это вынесено. Сразу появилось, по-моему, два основных направления. Первое направление это обиженные, а где-то как бы несчастные, в реальном смысле это слово, несчастные пациенты, которые столкнулись с похожей ситуацией. Они его, безусловно, поддерживают. Второй пласт отличающихся комментариев от других, это сторона Гаспаряна, которая, по-моему, там есть его родственники, друзья, хорошие коллеги и знакомые, которые топят за позицию Гаспаряна, забивая те немногие комментарии, которые пытаются как-то, ну, условно, тех немногих комментаторов, которые пытаются, условно, заступиться за честь городской больницы. Их обвиняют в том, что они работают по методичке горбольницы. Ну, странно по ней не работать, если она есть. Ну, да, например. Например, что они работают по методичке горбольницы, и, типа, они тоже сразу плохие, там внутри идет немедленный переход на личности. Что, на мой взгляд, тоже не соотносится с воспитанностью, интеллигентностью Гаспаряна, который, как бы, в комментах тоже разговаривает с людьми очень странно, на мой взгляд. Это мне не близко. Я, знаешь, я посмотрела комментарии, честно, я читала их не очень много, наверное, нужно было бы побольше, но я устала от этого ора с обеих сторон. То есть там не очень цивилизованная дискуссия. Да, да. Можно разговаривать, можно описывать каждому свой какой-то случай, можно говорить совершенно спокойно и обсуждать ситуацию, а можно обсуждать, откуда у кого руки растут, и куда бы эти руки пришить надо было. Или засунуть. Да, или засунуть. Это два разных уровня. Вот второй уровень, ну, честно, я от него подустала, я ушла, не стала читать комментарии. Так, а что ты думаешь про то, что Гаспаряна вызвали на комиссию-то поэтики в Минздрав? Да, слушай, как только он опубликовал историю про это, я, по-моему, перепост... Да, я перепостила себе, отметила Минздрав, попросилась на эту комиссию поэтики не с каким-то подколом таким, не для того, чтобы что-то там нарыть не то и показать, что вот вы какие плохие, вы там пытаетесь высечь медика, который сказал вдруг правду. Мне просто сам механизм интересен разбора, сама ситуация интересная. Я до сих пор очень хочу туда попасть. Уважаемая Анна Михайловна, позовите меня, пожалуйста, на разбор этой ситуации. И давайте мы сделаем это немножечко публично, а может и множечко. Ну и по поводу Минздрава, ты знаешь, у меня ощущение, что в какой-то момент Минздрав превратился в такого неповоротливого медведя, который сейчас еще не знает, вышел он из спячки или не вышел. Тыкву, мне кажется, он больше превратился. Ну да, да, возможно. Такой медведь тыква, медведи тыква. То есть, ребята, у нас уже дошло до того, что у вас сотрудники друг с другом дерутся в комментариях и оскорбляют друг друга, и даже на матах друг с другом разговаривают. Это как? Это плохо. Очевидно, что как будто бы у Минздрава и у горбольницы нет позиции силы в этот момент. Никто не заходит на эту ситуацию с позицией силы. Нет авторитета в профессиональном сообществе, который может прийти и сказать, у меня вот такая позиция. Гаспарян делал правильно или Гаспарян делал неправильно. То есть, как будто бы там не появляется никто над ситуацией. А, видимо, авторитета людей, которые пытаются это сделать, не хватает, их начинают немедленно мочить в комментариях. Что бы сделала я, но на мой характер. Я бы, во-первых, работала бы на опережение. Я бы увидела бы позу Гаспаряна в Инстаграме, немедленно бы связалась с Читару, воспользовавшись тем, что Шайтанова любит горбольницу. Сказала бы, Екатерина, мы хотим прокомментировать ситуацию с Гаспаряном. Даже если бы я бы не любила горбольницу, или позвонила бы любая другая больница, мы бы с удовольствием это сразу забрали. То есть, во-первых, эти новости ядерно читает аудитория, потому что это, во-первых, большое профессиональное сообщество, а во-вторых, это важно людям. То есть, они как бы ассоциируют свои ситуации с этой же, немедленно эмоционально включаются, все читают от корки до корки. Я бы позвонила бы из горбольницы или из Минздрава бы, работая на опережение, даже не дожидаясь, пока мы сами эту историю увидели и запросили комментарии. Конечно. Пришла бы и сказала, мы готовы это прокомментировать. Кроме того, вообще-то максимально понятно, как комментировать. Надо сказать, мы видим эту ситуацию, мы разберемся, скорректируемся, если надо, расскажем все мои результаты к этой проверке. И тогда потока не было бы и историй, и воплей про этическую комиссию, пусть она бы и была возможна, но это было бы все в спокойном режиме. Мы бы сказали, мы считаем, нужно поговорить так же с беспорядным на комиссию. Обе стороны, там и там, все, это нормально. По-моему, Минздрав мог бы, ну, я не знаю, насколько он физически мог бы, но с точки зрения здравого смысла, это максимально понятно, отрабатывать весь этот поток негатива. То есть приходит кто-то в комментарии и говорит, у меня там умер дед, я его привез, давайте посмотрим, какого числа это происходило, какой врач принимал, мы приняли меры, он уже не работает, например. Или было невозможно спасти, ну, короче, то есть каждую конкретную ситуацию разбирать. Видимо, у них или нет ресурсов, или нет понимания, что нужно с этим делать. Я понимаю, как реагируют врачи в горбольнице, которые реально хорошо работают, на этот поток негатива, который льется на горбольницу. Они оскорблены. Они оскорблены, да. Как-то так. Ну и вот смотри, тот же самый кодекс по медицинской этике, о котором мы говорим, это, по-моему, конец 15-го года был, как раз его принимали, причем как-то странненько часть там в тихушку принималась, и просто потом мы уже узнали про одобрение уже просто постфактум. У нас, по-моему, 31 декабря даже новость вышла про это. И этот кодекс этики, вообще-то, его, если не пересматривали, то его необходимо было пересмотреть сразу же после руководства Михаила Лазуткина, потому что там этически... Конечно, да, да. То есть там очень много каких-то таких моментов, которые были... Давайте вспомним, что у нас были митинги, которые я начала раскачивать, организовать Стас Захаров, куда приходили на первый митинг, пришли, ну, реально, там, человек 200, наверное, мне кажется, я была на этом митинге. И что они хотели? Они хотели отставки Лазуткина, прекратить оптимизацию, прекратить закрытие медучреждений, и даже медики выходили на этот митинг. Собственно, кодекс этики, он в то время, он просто закрывал возможность медикам выходить куда-то, жаловаться, митинговать, жаловаться вообще кому бы то ни было на свое руководство и обсуждать вообще дела руководства. И один из интереснейших пунктов там был, это запрет обсуждения или рассказов кому-то про госзакупки. Про госзакупки у Лазуткина? Да, да. Это прекрасно. Если мы вспомним уголовное дело Михаила Лазуткина, то там как раз дело-то касалось... Именно госзакупок, о которых нельзя говорить. Да, о которых нельзя говорить. То есть этот кодекс этики, он с тех пор еще, со времен судебного приговора, стонет, чтобы его пересмотрели. Подожди, подожди. Так, а что я не могу понять? Я примерно помню этот кодекс этики. Не могу понять, что нарушил госпорян в логике Минздрава. Ну, он наверняка, возможно, если... По-моему, там было нельзя ругать начальство. Ну, там руководство, да, ругать непосредственное руководство и обсуждать с третьими лицами действия в медицинских организациях. То есть я не знаю, насколько сейчас у нас будет состав комиссии по этике этичным, и я пыталась обойти критику. Вот, и насколько они сочтут высказывания в соцсетях, которые, в принципе, допустимы для любого сотрудника, они сочтут обсуждением с третьими лицами. Просто, по-моему, кодекс этики, на мой взгляд, госпорян не нарушал. Нельзя ругать руководство, но так он свое руководство и не ругал. Он, собственно, чужое руководство не ругал. Его возмутило действия конкретного медицинского персонала. Он вызывает в этом смысле достаточно аккуратно и адекватно к руководству этого медперсонала, что наведите, пожалуйста, порядок, проведите беседы и так далее. И честно-то, ты знаешь уже, которая ситуация у нас в крае, когда конфликтная изначально, ну, средняя конфликтность ситуация превращается в какой-то вообще коллапс непонятный. Они не разрешают сложные ситуации. У нас, во-первых, нет специалистов, которые умели бы работать с этими конфликтами. Во-вторых, любой конфликт, не знаю, может быть, это... Я, как любитель поконфликтовать, мне кажется, что конфликт, он часто дает очень много возможностей для развития, для пересмотра ситуации. Ну, сдвинуться. Да, да, то есть это нормальный такой спинок для всех. Сдвинуться, скорректироваться, поехать дальше в нормальном каком-то темпе. Да, да. И почему, как бы, здесь люди не сориентировались вовремя и снова это превратилось в поток матерной брали? Потому что они никогда не ориентируются вовремя. Где специалисты по конфликтам? Ты выжимаешь из лимона томатный сок. Ну, ты же знаешь, что я люблю это делать. Ты любительная. Они никогда так не делали. И ты почему-то в этой ситуации с конкретным госпаряном хочешь, чтобы они вдруг по волшебствам каким-то притащили тебе специалистов по конфликту. Они бы притащили бы сначала специалистов по всем направлениям, которые надо закрыть. А потом уже специалистов по конфликтам. Просто у тебя какой-то совершенно розовый мир. Специалисты по конфликтам, Юлия Александровна. Что-то еще? Все. Резюмируем. Уважаемая Анна Михайловна, пожалуйста, возьмите Скорнякову на рассмотрение дела госпаряна на комиссии по этике. Очевидно, что она не должна быть закрыта, и это максимально странно. Юлия очень хочет, с удовольствием к вам придет. Пожалуйста, создайте площадки для выпускания пара для врачей. Пожалуйста, комментируйте и все. Ну, если не на опережение, то хотя бы по факту. Мы же до сих пор не знаем, что думает Минздрав по этому поводу. И причем дальнейшая порка госпаряна в этой ситуации, мне кажется, только усилит градус негатива, который уже и так достаточно высокий. Спасибо большое. До свидания. Пока.